Утро красит нежным светом Стены древние отремлят Просыпается с рассветом Вся советская земля Колоток бежит за ворот Шум на улицах сильней С добрым утром, милый город Сердце Родины моей Текучая, могучая Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 1 мая, и я вас всех поздравляю с этим прекрасным, чудесным праздником. Я, вы знаете, вспоминаю, как мы отмечали этот праздник раньше, в те далекие времена нашего детства, нашей юности, насколько этот праздник был значимым для нас, и как мы всегда к нему готовились с радостью. Помните, покупали какие-то одежды, обувь, туфельки беленькие должны были быть на майский праздник. Это было время, когда цвела черемуха, начинала цвести сирень, и мы выходили на демонстрации, собирались с соседями за столами, за праздничными. Я вспоминаю, Боже, какое же это было ощущение счастья, такой радости. Ой, к сожалению, мы как-то утратили это все в нашей теперешней жизни. На этой фотографии мне где-то примерно лет 5, и это 1 мая. Что у нас сейчас происходит в Махмутларе? Начинается у нас сезон черешни. На прошлом рынке черешни не было совсем, но вот посмотрим, будет ли черешня у нас во вторник. И интересно, сколько она будет стоить. Я помню, что в прошлом году я приехала как раз почти вот в это время. Я приехала в Аланию 14 мая. Это был прекрасный сезон. Сезон уже был вовсю. И была и черешня, была и клубника. И цены были примерно 15-20 лир за килограмм. Вот посмотрим, клубника в этом году была очень дешевая и есть. То есть ее полно на рынке. И цена примерно от 4 до 7 лир. А вот посмотрим, что у нас будет с черешней. Что еще хочу сказать? Что я получаю всякие разные новости из различных источников. И вот по этим новостям я поняла, что 29 апреля Мишустин подписал поправку к какому-то указу, в котором говорится, что якобы люди, у которых есть ВНЖ в других странах, могут выехать из России в эту страну. То есть все те, кто здесь оформлял ВНЖ в Турции, они, в принципе, могут из России приехать сюда. Это если кому-то это интересно и поможет. Дальше. У нас продолжается все тот же режим самоизоляции. И на выходные у нас объявляют карантин. Вот этот карантин, он у нас уже, по-моему, третий. Первый раз было два дня, потом у нас было четыре дня. Этот карантин у нас три дня. Пятница, суббота, воскресенье. И вот по маю у нас расписано вот так. Значит, девятого и десятого у нас два дня. Потом с шестнадцатого по девятнадцатый четыре дня. И с двадцать третьего по двадцать шестой тоже четыре дня. Непонятна мне логика, так сказать, за этим, с которой... Но ничего не поделаешь. Мы в чужой стране и должны подчиняться правилам. Вот, так сказать, наряду со всеми вот этими ограничениями, в то же время, одиннадцатого мая планируют открыть все торговые центры. Двадцатого мая планируют открыть маленькие магазинчики. А двадцать седьмого мая, если это случится, это будет просто замечательно. Двадцать седьмого мая прекратятся запреты на выход на улицу всем. Ну, дай бог, чтобы это произошло. В то же время непонятно пока, вот эти отмены запретов, коснутся ли они моря. Потому что с морем происходит что-то странное. На море нельзя выходить вообще никак. Кстати, хочу вам рассказать о том, что я чуть не попала еще на один штраф. А как это было? В обычный день, когда нам разрешено выходить на улицу, я решила съездить в магазин оптики. Я когда-то там раньше была, разговаривала с продавцом. И он мне пообещал, что он сможет отремонтировать мне очки. У меня две пары очков, которые я еще привезла с собой из Австралии. И у обоих пар вот сломалась вот эта перегородочка. И он сказал, что он якобы сможет мне их отремонтировать. Я взяла эти очки, положила их в очешник и решила отправиться в этот магазин. Ехать туда достаточно далеко. Он находится на другой стороне Махмутлара. И у меня был выбор, либо поехать по Татюрка, где есть, так сказать, специальная дорожка. Ну, а Татюрка такая очень неинтересная улица. Можно ехать по Барбароса, но там такой специализированной велосипедной дорожки нет. И надо прыгать все время по эти, через бордюры, что мне не очень нравится. Вот. И третий вариант был поехать по набережной. И я решила поехать по набережной, но как бы по внутренней стороне, то есть по стороне, где дома стоят. Я поехала по этой стороне, а потом смотрю на той стороне, где море. Там люди. Кто-то идет, гуляет. Кто-то на велосипеде проехал. Кто-то на мотоцикле проехал. И я подумала, ну, может быть, наверное, можно. День, в общем-то, такое дневное время. Я на следующем, на ближайшем переходе перехожу на ту сторону и сажусь на велосипед и еду. Впереди меня едет женщина, как потом оказалась тоже русская женщина. Она едет так метров 15 впереди меня. Я еду за ней. Народу немного, то есть не то, что немного, народу очень мало. Но народ есть. Кто-то вот со скандинавскими палками, я видела, идут. Две женщины-торчанки идут с масками, с закрытыми лицами. И мы с ней едем. Она вот впереди, а я за ней еду. И смотрю, там вдалеке стоит полицейская машина. Ну, я как бы особо не, не то, что особо не напряглась. Как бы напряглась, но подумала, вроде бы как, ну, другие-то вроде гуляют и ничего. Но другие гуляют, а нас затормозили. Нас затормозили, вышли двое полицейских. Один подошел к одной женщине, другой подошел ко мне и начали требовать с нас документы. Думаю, ну, блин, приехали. Я ему объясняю, что я иду, что я еду вот в этот оптик-шоп. Достаю ему коробочку, показываю ему очки. Говорю, что вот мне туда, вот в то направление надо. Он, нет, давай кемлик, то есть и комет и так далее. Кемлик, это вот турки имеют кемлик, а мы, которые на ВНЖ, имеем и комет. Вот, в общем, короче говоря, мне пришлось долго довольно его уговаривать. И показала я ему штраф. Он у меня был сфотографирован в телефоне. Я ему показала, я говорю, я уже заплатила штраф, пожалуйста, отпустите меня. Я вот туда еду в магазин. В общем, он смилостивился надо мной и над этой женщиной тоже. И они нам просто указали на переход, сказали, чтобы мы перешли на ту сторону, и мы ушли. То есть штраф нам, слава тебе, Господи, не выписали. Там недалеко, вот от того места, где был переход, там находится офис так называемого Мухтара. Мухтар – это управляющий Махмуд Ларом. Я уже в этом офисе была пару раз. И даже не так давно, может быть, пару дней назад, до того, как это случилось, мы туда зашли. Потому что нам сказали в аптеке, что там, в этом офисе, можно получить бесплатно маски. А я была с моими соседями. Мы туда заехали, мы были на машине и спросили про маски. А он нам сказал, маски йог. Масок нет, маски давно закончились. И когда привезут неизвестно, может быть, привезут во вторник на этой, вот, ну, на следующей теперь неделе. И, короче говоря, я решила туда еще заехать и спросить у него, где вообще, вот, где точно можно ездить, а где точно нельзя. В общем, он мне сказал, что по внутренней стороне набережной ездить и ходить можно, а вот по той внешней, той стороне моря, там находиться нельзя. Ну, ладно, поехала я в этот магазин. К сожалению, очки мне, кстати, не отремонтировали. И очки в Турции купить нельзя. Вот просто такие очки для чтения, которые, ну, везде продаются без всяких ограничений. В Москве я такие очки покупала, и в Австралии, пожалуйста. В любой аптеке можно купить такие очки, которые не по prescription, то есть не по рецепту, то есть не от врача, а просто обычные очки для чтения, которые, допустим, плюс один, плюс два и так далее. В Турции такие очки купить нельзя. Вернее, как бы можно, но это подпольно. Вот легально нельзя. И очки здесь очень дорогие. Так что, друзья мои, если кто-то будет ехать в Мухмутлар в первых, ну, вот в первых числах, когда откроются границы, захватите мне, пожалуйста, очки плюс два. Самые, что ни на есть дешевые. Вот я последние очки свои купила в Ашане, когда я была в Москве в августе. Купила две пары по 129 рублей. Вот это то, что мне надо, потому что я не тот человек, который умеет очки хранить. Вот есть люди, которые, вот они их одели, очки сняли, тряпочка еще протерли, в тряпочку завернули, в коробочку положили. Вот это не я. Ну, прямо вот это совсем не я. Мне должно быть быстро и удобно. Поэтому очки должны быть дешевые. Вот, что еще я хотела вам сегодня рассказать? Да, хотела вам сказать, что у меня заканчивается мой экомет, который делался на один год. И он заканчивается у меня 1 июня, то есть практически сейчас остался один месяц. И я уже начала наводить справки о том, как мне его продлить и сколько мне это будет стоить. Вот сегодня я связалась с агентом. И она мне рассказала, что, значит, цены будут такие. Ага, вот они. Страховка. Страховка по здоровью для моего возраста будет стоить 450 лир. Ну, самая такая, типа, дешевая, оптимальная, будем так говорить. Кроме этого, есть 35 лир какой-то выписка из кадастрового реестра. 35 лир. Далее, 380 лир – это государственная пошлина и цена карточки. Цена карточки 110 лир, а вот все остальное, это получается 270 лир – это госпошлина за продление визы на два года. То есть, вот все вместе мне это… А, и 150 долларов – это услуги агента за подготовку документов, заполнение формы и так далее. Все вместе получается 1465 лир. Вот, если кому-то это надо. И документы, которые требуются – это паспорт, иконет, тапу и две фотографии. Что еще я вам хотела рассказать? Да, пожалуй, наверное, и все на данный момент. Сегодня у меня день номер один сидения дома. Еще два дня надо чем-то заниматься. Ну, и, в общем, в основном все, чем я занимаюсь – это я изучаю информацию, как, наверное, и многие из вас. Смотрю огромное количество роликов на YouTube. И, ну, читаю сайты и так далее. Делаю это и на английском, и на русском, чтобы как-то в своей голове иметь картину происходящего. И хоть немножко понимать, куда это все может привести. Ну, пока, к сожалению, прогнозы у многих специалистов совсем не радостные по поводу нашего общего будущего. И хотя диагнозы ставят многие, а вот как выходить из этой ситуации, говорят, немногие. Поэтому мы еще пока в процессе, пока мы еще наблюдаем, изучаем и смотрим, что же будет дальше. Время, в котором мы живем – очень интересное время. Все, дорогие мои, всем я вам желаю удачи, всем вам желаю здоровья. Я надеюсь, что никто из моих зрителей не заболел, и никто не заболел из ваших близких и родственников. Вот, кстати, можете мне написать об этом, это тоже будет довольно интересно. Все-таки у нас сейчас порядка уже 800 с лишним человек. Вот интересно, есть ли у моих зрителей кто-либо из заболевших вот конкретно, и именно коронавирусом, и как это все протекает, чем это все заканчивается и так далее. Вот я лично могу сказать, что из моих знакомых, которые, ну, как-то разбросаны по миру, не скажу, что их прям огромное количество, но они есть, и они есть в разных странах, пока я вот конкретно не слышала ни о ком, кто бы заболел, и заболел страшно, с тяжелыми последствиями, и не дай бог умер. Пока у меня таких не было, и дай бог, чтобы их не было и у вас тоже. Все, всем всего хорошего, всем радостных праздников, хорошего настроения, прекрасной погоды, и до следующих встреч. Пока, мои хорошие. Субтитры создавал DimaTorzok